Двое по очереди ломают шоколадку размером 6 на 8. За один ход разрешено сделать прямолинейный разлом любого из кусков вдоль бороздки, вдоль углубления. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Шоколадка 6 на 8. Да. Ломаем шоколадку размером 6 на 8. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Я могу выбрать какой-то кусок. Первый. Делит на две части. На две равные? Да. Всего можно поделить на 48 частей. Все. Сейчас, скажите, кто выиграет? Первый. Почему? 48 частей. Да. 48 часть. Получается, там ходов будет 47 ходов. Вот, молодец. 47 ходов. А первый ход сделает... Первый игрок сделает первый ход. Значит, он сделает и 47. Да. Это игра, в которой от игроков ничего не зависит. Бывают такие игры, когда людям кажется, что они всем управляют, а на самом деле от них ничего не зависит. Понятная идея, да? 47 ходов. А почему 47 ходов? А потому что 48 кусков там. В начале был один кусок. Смотри, 48. Ну, я поняла. 6. 6. Это почти то же самое, если их выложить в ряд. Ну, не то же самое. Ну, почти. И промежутков будет 47. Понял? Я понимаю. Я с этим понимаю. Только ты забыл, что бывает прямо вот такого разреза. Еще вот такое разреза. Ну, и что? Какая разница? Сначала ставим этот ряд так, потом так, потом так. Какая разница? Ну, и так. Какая разница? Вот так делить? Это то же самое, чтобы провернуть шоколадку так. На самом деле у этой задачи есть и другое решение. Можно взять было, разломать шоколад пополам, а потом, смотрите, на любой ход второго игрока отвечать симметричный. Ну, то есть как бы развить все на... А, да, да. Понимаешь, да? На два поля. Но важно понимать, что это выигрышная стратегия, и человеку будет казаться, какой он хитрый, что он придумал такую стратегию симметричную. Но на самом деле в этой игре, как бы он ни играл, игра все равно продлится ровно 47 ходов, и поэтому выиграет обязательно, ну, тот, кому положено. В данном случае первый игрок. Хорошо.